МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Юлия Калашникова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Готовность номер один. Красная ковровая дорожка, оркестр и хлеб-соль. В национальном аэропорту Минск болельщики ждут своих олимпийских героев. Новый этап предвыборной кампании в местные советы. Кандидаты начали агитацию теперь и в радиоэфире. По горячим следам в Минске задержан подозреваемый в поджоге автомобилей. Ровно месяц остался до начала выборов в местные советы. Сегодня стартует новый этап предвыборной кампании радио выступления кандидатов в депутаты. Эфирное время им предоставляется по рабочим дням до 14 марта включительно. Кандидаты имеют право на одно бесплатное выступление по местному радиовещанию. Продолжительность не более пяти минут. Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Минске. Его поймали по горячим следам. В настоящий момент известно о 12 машинах, которые были частично повреждены или целиком уничтожены огнем. По предварительной оценке ущерб составляет около 200 миллионов рублей. Однако эта сумма может измениться. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. В течение нескольких часов оперативными сотрудниками фрунзенского РУВД подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в РУВД для разбирательства. Им оказался 30-летний минчанин, житель улицы Янки-Мавра, неработающий, ранее судимый за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 218 за умышленное повреждение либо уничтожение имущества в особо крупном размере. Согласно статье, санкция данной статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. Белорусские погранпереходы на границе с Украиной работают в штатном режиме. Правда, желающих выехать в соседнюю страну стало значительно меньше. Этим объясняется отсутствие очередей на границе. Такая же ситуация и на украинской пограничной территории. По информации белорусских пограничников, беженцев из Украины не наблюдается. На границе все спокойно. Меж тем, завтра из Минска отправится пробный автобусный рейс в Николаев с остановкой в Киеве. Практически все билеты в этом направлении проданы. Верховная Рада Украины сегодня приступает к формированию коалиции и правительства. Кандидатуру нового премьер-министра внесет на рассмотрение депутатов спикер парламента. В то же время у здания парламента собрались уже сотни манифестантов. Они требуют полной перезагрузки политической системы и совершенно новых лиц на государственных постах. Но пока на улицах Киева царит безвластие, зафиксированы случаи вандализма, мародерства и произвола. Жертвами национал-радикалов стало около полусотни монументов и скульптур мемориальных комплексов. Возросло и число пострадавших. Хранение различной степени тяжести получили 675 человек, 82 погибли. По данным ряда украинских СМИ, утром коммунальные службы должны были приступить к разбору баррикад. Однако порядок пока наводится только на окраине столицы. Центр города, где развернулось основное противостояние, убирать пока не торопятся. Итальянцы окунулись в пучину карнавала. Тысячи жителей города и многочисленные туристы из разных стран собрались на площади Святого Марка, чтобы увидеть полет ангела. Со стометровой колокольни на площадь спустилась олицетворяющая ангела-девушка, студентка одного из местных вузов. Затем состоялось шествие участников карнавала. В нынешнем году он проходит под девизом «Природа невероятна». Карнавал предшествует семинедельному великому посту, за ним последует Пасха, которую в этом году и православные, и католики отмечают 20 апреля. На этом у меня все. Подробнее о событиях в мире спорта в обозрении Анжелики Урман. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на СТВ.